Хотел выделить несколько моментов, потому что о них мы говорим с группой прославления, но важно, чтобы каждый из вас это услышал, и тот, кто нас слушает из церкви, тоже слышал, тоже понимал, чтобы мы могли в единстве двигаться дальше. Аминь? Это очень важно, потому что это важно не только для них, это важно для нас всех. Во-первых, давайте определимся, зачем нам нужно прославление в церкви. Вот мы приходим в церковь, звучит музыка и песни. Зачем? Для славы Божьей? Дальше. Соединиться вместе? Дальше. Ну, кто что думает, быстренько, просто то, что в голову приходит, наполняться Духом Святым, Богом. Аминь. Единение с Богом. Хорошо. Еще. Плыть в песне. Аминь. Хорошо. Ну, кто приходит на репетиции, тот уже плывет в песню. Спасибо, Сэм. Ну, все, да? Примерно. Примерно основные такие цели. Хорошо, дорогие. Давайте с вами тогда выделим как бы два таких основных момента из того, что мы слышим. Мы приходим в церковь и поем песни, чтобы прославить Бога. Да? Это основной момент. Все для славы Его. Второй основной момент – это утвердить Его царство здесь, на земле. Через хвалу и поклонение. Да? Выражение. Выражение. Через выражение. Мы не поем песни, чтобы приблизиться к Богу. Почему? Потому что максимально, насколько мы могли приблизиться, Бог нас приблизил к себе. Разрываем мышление Ветхого Завета, все стереотипы всего, что вы слышали, смотрим в Слово Божье. Однажды мы разорвались, оторвались смертью духовной, умерли в Адаме, но во Христе мы соединились. Смотрите, однажды все согрешили и лишены славы Божьей. Все. Смотрите, все согрешили. Все отошли от Бога. И все лишены славы Божьей. Но во Христе мы все соединились. К Ефесянам написано, что мы посажены со Христом на небесах. Ефесянам 2.6. «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Также Ефесянам 2.8 дальше сказано, «Ибо благодатью вы спасены через веру». И это не от вас. Это Божий дар. Божий дар, чтобы никто не мог хвалиться. Мы не приближаемся через песни к Богу. Мы уже приблизились. Бог уже перевел нас из царства тьмы в царство света. И мы не выходим из царства света. Спел ты песню или не спел? Прочитал ты Библию или не прочитал? Помолился с утра или не помолился? Это не влияет. Это влияет на твое познание о Боге. Но ты не выходишь из света в тьму. Как однажды Бог позволил, что человек отделился грехом от Бога, точно так же Бог соединил теперь всех, кто во Христе соединил в Его славе. Аминь. Это истина. Об этом говорит Слово Божие. Поэтому песни не звучат для того, чтобы мы приблизились к Богу. Выше, чем та позиция, где мы сегодня находимся, ты не станешь. Что бы ты ни делал, и это не отдел. Как спасение не отдел, так же самое и приближение к Богу не отдел. Это Бог тебя приблизил. Поэтому песня звучит не для того, чтобы приблизиться. Ты уже в Нем. Ты с Ним. Да, она влияет на определенное мышление, на определенное обновление, понимание. Но это не цель наша, по крайней мере, здесь. Я не знаю, как это делается в других церквях, кто для чего поет. Мы не будем разбирать сегодня тысячу церквей и их мотивы пения. Мы говорим, что когда мы приходим здесь, сюда, в церковь, жить с Богом, мы должны понимать, где мы находимся и что мы делаем, для того, чтобы в единстве течь. Поэтому мы не поем песни для того, чтобы приблизиться к Богу. Второе. Мы не поем песни для вас. Так и есть. Мы не поем песни для людей. В церкви жизнь с Богом. Почему? Потому что песни для людей поются в двух случаях. В первом случае при евангелизации песни поются неверующим, которые должны увидеть, какой Бог, услышать, какой Бог через песни. Поэтому евангелизационные песни, они говорят о Боге, какой Он и что Он сделал для грешника. Поэтому там есть свои слова, которые люди должны услышать, есть своя мелодия душевненькая, которая должна зацепить сердца, и они должны пережить что-то внутри и прийти к тому Богу, о Котором спели и о Котором евангелист рассказал. И это в том случае, если есть неверующие люди, специально пришедшие на евангелизационное собрание. Когда церковь, жизнь с Богом сходится вместе, мы не делаем евангелизационные собрания. Поэтому наши песни звучат не для вас. И вторая причина, почему песни звучат не для вас. Мы поем не для людей, а мы поем с людьми, которые пришли в церковь. Теперь понимаете разницу? А если мы поем с людьми, значит, есть разные люди, имеющие слух и не имеющие. Имеющие музыкальный голос и не имеющие. Но, по крайней мере, ни одного из пришедших я не знаю глухонемого. Поэтому мы переходим к следующему пункту, что все, кто приходит в церковь, жить с Богом, они участвуют в пении песен, которые имеют две функции. Первое – прославление Бога, и второе – утверждение Царства Божьего на земле. И только глухонемой он не может петь. Почему? Потому что он не может слышать. Но все остальные люди на земле, кроме глухонемых, они обладают слухом, любым слухом, не музыкальным, любым, и они обладают голосом. Поэтому очень важный пункт, что человек, и только человек, обладает голосом, чтобы издавать звуки и слова, неважно на каком языке. Английский, немецкий, украинский, русский, Бог не сотворил греховных языков. То, что есть определенные обиды на какую-то страну, это не значит, что язык греховен теперь, язык здесь не виноват. Выражение, языки Бог разделил, поэтому все претензии туда. Разбой он разделил, он знал, что он делает. Поэтому, когда звучат песни, неважно на каком языке, этот язык, он должен выражать Царство Божье. Это основа. Теперь смотрите, мы не поем просто песни, как и слова сами по себе не имеют никакого значения, если в них не вложено содержание. Как написано, буква убивает, а дух животворит. 2 Коринфянам 3,6. Буква, просто буква, просто слово, пустое слово, без ничего, оно убивает, оно не несет жизни. И только дух животворит. Только дух дает жизнь в это слово. Поэтому мы должны с вами понимать, если мы берем даже чью-то песню, кем-то написанную в другой церкви, и просто ее как копию возьмем и начнем просто петь, даже если мы профессионально выложим все это в нотах, в гармонии, наймем самых крутых профессионалов, без духа эта песня мертва. Потому что человек, получивший ее в духе, он ее и высвобождает в духе. Понимаете? И копия, она не несет жизни. Поэтому если мы берем чью-то песню, наша задача получать лично от Бога дух, который животворит, дух Божий, который будет говорить через эту песню. Вот почему человеку даны уста для слова. Даже ангелы не могут без тела физический мир проговорить. Они не создадут физические колебания, они духи. Вот почему человек имеет власть на земле, потому что он словом говорит. А ангелы Божьи слушают Слово Божье. Псалом 102. Благословите Бога ангелы, повинующиеся Слову Божьему, исполняющие повеления Божьи. Вот потому, когда мы поем, ангелы Божьи слушают, что мы поем, и они исполняют то же Слово, что они слышат от Бога, но только через наши уста. потому что собаки и кошечки, наши домашние любимцы, не могут высвободить Слово Божье. Только мы с вами предназначены здесь, на земле, слышать Слово и воспроизводить Слово. Это очень важно. Вот почему мы поем в церкви. Не для того, чтобы удовлетворить чью-то, знаете, чью-то усталость утешить. Пойди на концерт. Смотрите, специально делают концерты христианские, хорошие. Для чего? Для того, чтобы верующие люди пришли и удовлетворили потребность свою душевную. Это нормально. Слушав профессионалов, как они играют, слажено, качественно, профессионально. И мы тогда наслаждаемся этой музыкой. Но когда мы в церкви, мы все становимся единым организмом и единым голосом. И здесь уже как в молитве нет такого, а почему ты не молишься? А у меня нет голоса музыкального. Ты прочитал слово? Высвободи слово. Ты получил слово? Высвободи слово. Вот поэтому, когда в церкви музыка звучит, мы, мы как пастыря, мы закрываем глаза и уши на, скажем, непрофессиональных музыкантов. Почему? Музыкантов и певцов и так далее. Почему? Потому что мы вместе поем. Вместе. Вместе. И они поют не для вас, чтобы вы услышали неправильную ноту и осудили. Они не для тебя поют. Они поют, чтобы с тобой быть, чтобы привести в гармонию, именно в небесную гармонию. Да может, музыкальная гармония и страдает, но она здесь второстепенно. Второстепенно. Духовная гармония с жизнью она важнее. И то, как каждый человек выходит и молится по-разному, по-разному, но он высвобождает слово. И это слово действует независимо от тембра голоса, независимо ни от чего. Это слово, которым все сотворено и которым все удерживается. Точно так же поймите и песня. Даже если где-то кто-то что-то неправильно потянул и неправильно что-то ударил не в тот такт, небеса не рушатся из-за этого. Ничего не рушится, все созидается, потому что оно в Боге. И в это время, когда мы все вместе поем или все вместе молимся, в этом единство и в этом сила Божья, которая и действует через нас. Аминь. Поэтому я понимаю, это может не вкладываться в наше представление, потому что наши сердца, они привыкли для себя все делать. Я приду в церковь, потому что хочу послушать. Я приду в церковь, я хочу еще что-то. Мы уже на небесах. Мы уже призваны сводить небеса на землю, приносить атмосферу неба на землю, утверждать Слово Божье на земле, как оно утверждено на небе. Поэтому все другие моменты, если что-то тебе нравится, оно хорошее, оно приятное, ты дома включаешь. Я прав. Ты ищешь это в интернете, ты дома это включаешь. У тебя 20 с чем-то часов в воскресенье, 22 часа из 24 послушать то, что ты любишь и что тебя вдохновляет. А когда ты приходишь на 2 часа в церковь, ты соединись с церковью, чтобы высвободить небо на землю, утвердить его царство и высвободить его царство на землю, потому что именно это наше предназначение, потому что мы служители нового завета, не буквы, а духа, именно позволить духу течь через нас, течь в молитве, течь в песне, течь в любом инструменте. И музыкант, он не поет в это время, да, но он течет, он через себя пропускает дух жизни, через этот звук. И этот дух жизни оживотворяет остальных, кто присутствует, и это умножается, появляется синергия в единстве, именно в единстве с энергией. Аминь. Хорошо, дорогие, это то, куда мы движемся, и то, почему мы, не дожидаясь, пока все остальные получат особое откровение от Бога и придут, мы начинаем с того, что есть, чтобы всем вместе течь, куда Бог нас зовет, потому что дни лукавы. Время коротко. Спасибо всем, кто пришел и кто молился. И теперь вы, наверное, понимаете, почему я говорю, не опаздывайте на молитву, не опаздывайте на служение. Это не потому, что закон, вот буква говорит, не опаздывать, а потому, что мы все служители. Ты представь, на пять минут опоздает клавишник. это то же самое, что каждый опоздал на пять минут. Он не включился. Опоздает музыкант, он будет спрашивать, а какая песня, а это как играем. Опоздает вокалист, а что мы поем? Вот представь себя, ты служитель Нового Завета, и твое опоздание, это ты пришел, и ты не знаешь, куда церковь движется, и ты начинаешь форму соблюдать, не услышав, что до этого сказали, провозгласили, в каком векторе движемся, поэтому это очень важно. Каждый из нас, кто приходит, он уже служитель, он уже участник. вот это и есть церковь, это и есть тело, кого я вижу. Иисус хорошо сказал, вот братья мои, вот сестры мои, вот родители мои, кто исполняет волю Отца Небесного, а не тот, кто в Ютубе смотрит, кто исполняет это действие, поэтому каждый из нас вовлечен в действие, аминь, и на каждом из нас ответственность, поэтому это очень ценится Богом, не только пастырями, Богом очень ценится, потому что именно через тело Бог движется, через тело Христа на земле, в церковь, через живые камни.